Здравствуйте, уважаемые господа и данные, зрители, слушатели и все интересующиеся. Мы, компания Печный Мир и я, Александр Подузов и Максим Махаев. Рады приветствовать вас на нашем медиапространстве. Сегодня мы вам хотим рассказать, как мы сделаем притопочные площадки перед печками. После строительства печи необходимо по пожарным нормам перед печкой, перед притопочной частью, уложить какой-нибудь несгораемый материал. По старым нормам это был лист оцинкованного железа размером 50 на 70. Для отопительно-варочных печей он был рассчитан. Для камина печей он 70 на 90. Можно было заменить оцинковку на латунь или на нержавейку. Но это все лист металла и он смотрится как заплатка. То есть при современных материалах на полах, допустим, как вот этот валенат светленький и прочее. Представляетесь, я как бы смотрелся лист оцинковки перед печкой безобразной. Поэтому мы предлагаем вот такие стекла. Режем их по размеру, то есть какие надо. Оно бронированное, по нему можно ходить. То есть как бы, в него можно ложить там все, что об этом. В пределах разумного. Но только не стучать острым молотком. Не выдерживать. 150-200 килограмм, то есть как бы, на излом спокойно по поверхности. Единственное, боится торцевых ударов. Что по торцам вот сюда бить нельзя. То есть как бы, а сюда, нагрузку в середину, пожалуйста. То есть мы сейчас вам положим и продемонстрируем, как это выглядит. Встанем в одного, вдвоем и даже втроем. То есть будет совершенно не страшно. Значит, чтобы положить стекло, вариантов крепления два. Либо в стекле, значит, изначально делаются до бронировки, до коления отверстия, то есть в нужных местах. И оно прикручивается в нашу руку, значит, на крепежную. Либо, вот как в данном случае, допустим, ламинат. Очень удобно будет постелить его без шурупов, просто на герметик. То есть берем силиконовый герметик прозрачный, самтехнический, который клеится и к стеклу, и к ламинату. Вдоль этой черной рамочки наносим дорожку герметика. Вот такой герметик. Называется Формула-1. То есть это прозрачный силиконовый герметик. Формула-1. То есть он термостойкий до 110 градусов. У него термостойкость до 120, значит, на плюс 50. Для комнатных условий он вполне подходит. Сейчас он с изнаночной грани. С изнаночной грани мы еще дорожку герметика. Нет, с изнаночной грани. То есть вот эта приемка полтора сантиметра здесь тоже можно делать на выбор. Больше-меньше. Перед установкой стекло изнутри надо протереть хорошо, чтобы ни следов, ни отпечатков не было. Так. 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 Тоненький слой непрерывную дорожку раскладываем по всему периметру. Почему? Чтобы впоследствии пыль электростатическая не забивалась под стекло. То есть не было пыления. Но сначала протеряем спиртом, то есть обезжириваем, чтобы там никаких пятен не было. Потом наносим герметик. Вот. Все хорошо. Значит, чуть-чуть подсушиваем его в течение 3-4-5 минут. Значит, чуть-чуть. И после этого укладываем в стекло то место, где оно должно быть. И оставляем через сутки его уже ничем не отдерешь. Даже через 15 минут его уже трудно будет снять. То есть сейчас мы его подсушим 2-3 минуты. И потом положим. Пол перед этим тоже надо, ну, необходимо протереть. Если грязный, то лучше обезжирить, скакнуть моющим веществом и высушить. Хорошо высушить. Ну, чтобы он быстро у нас сох после протерки, печка вот топится. То есть тут место вот это все теплое. Печка топится хорошо в эксплуатации. Она уже там, что, 2 месяца у нас, да? То есть за 2 месяца эксплуатации показала замечательные теплотехнические показатели. То есть только 3 раз в 2 дня эту печку. И если, допустим, вот, потопить в 2 закладки полных, в 2 закладки, то здесь будет достаточно жарко. То есть не достаточно, а очень жарко. Если 3 закладки, то открывают окна. Потому что дышать становится нечем. Таиланд говорит, здесь настает. Ну, вот, средняя протопка, то есть это одна закладка. Такую разбежку елочкой. И еще подложить 4, 3-4 полена. То есть этого хватает на 2 дня. То есть печка разогревается от пола, от пола и до самого верхнего карниза. То есть равномерно по всему периметру. То есть, что вполне устраивает заказчиков. То есть они в этом смысле довольны, что печку надо попить раз в 2 дня. Так, ну что? По стеклам еще. Стекла, бывает, тонировки полностью можно заказывать. То есть полностью тонированы на черном. Можно делать прям, можно делать с рисунками. Под стекло можно внести любой 3D рисунок. То есть это может быть вот коврик, допустим, под ногами, да, у нас, вот смотрите. Можно подложить, можно подложить фрагмент такого коврика под стекло. И запечатать на силикон. То есть и будет он навсегда запечатлен, значит, в рамках этих картинок. Можно положить свою собственную фотографию, можно там все что угодно. Еще можно обработать пескоструйной обработкой. То есть выжечь песком на стекле любой рисунок. То есть, как вот. Такие формы тоже практикуем, ну, по заказам. То есть можете дать любой рисунок и мы пескоструйным аппаратом его на стекле нанесем песком. Значит, можно на стекле напечатать текстуру камня. То есть это текстура агата, оникса. То есть в следующем видео мы вам покажем, какие бывают текстуры на стеклах. И также стекла можно вставить в рамку. То есть, ну, установить методом инкрустации. То есть это вырезается, как раз толщина ламината, вырезается. Вот толщина стекла 9 мм. Это ламинат вместе с подложкой. То есть и стекло утапливается прямо за под лицо с ламинатом. Значит, под низ туда можно поставить подсветку на печке. То есть и получить эффект 3D зеркала или 3D колодца. То есть в зависимости от рисунка. Если снизу будет фольга, то это будет зеркало. Если это будет какой-то рисунок с каменной текстурой, то мы получим как будто бы спил камень. Как будто натуральный камень лежит возле печки. То есть, что тоже имеет место быть. В другом видео при следующем заказе мы обязательно вам покажем, как смотрится агат. То есть будет стекло с рисунком агата. То есть это зеленовато, кремово-желтый. То есть полосочная текстура саморфная, рассвечивающая. Такое стекло сейчас находится в стадии изготовления. И на следующем объекте мы его обязательно установим и покажем вам, как это делается и как это выглядит. Ну вот теперь мы его ставим. Держишь? Держу. Симметричность сколько там? 6 минуты. Сейчас, кстати, и поднимем пока вот так вот. Так, ну-ка что? Ну-ка что? Ну-ка, вот так. Вот так. придавим стекло. чтобы она покрепче прилипла походим потопаем все неровности которые есть на полу неровности силиконовая дорожка грядочка это они уберутся заполнится то есть она будет лежать ровно как на амортизаторе порт собственный весь процесс установки ну все можно ходить можно колени кидать можно гирю поставить 16 килограмм давайте бросим такой шарик такой стальной подшипника такого он такого расстояния просто звук такой уж и крещат ну вот сейчас стекло уже на пмж вот стекло обрело постоянное место жительства а все уже приклеили но герметик выше мы его не видим он прозрачный придавил себе можно что же он боится окне и И все вот, под лицей Значит стекло установлено, оно будет служить вероятное долгие годы, если по нему не стучать, по краю молотком. Ну а нагрузки, то есть у него можно ронять палки, дрова, там все что не железное, то есть до 5-7 килограммов с высоты 1 метр можно ронять, страшного ничего не прожаривать. Вот таким образом. То есть я 85 килограмм вешу, рулот пожалуйста в любом месте скачу, ничего не происходит. Ну вот, спасибо за внимание, дальше будет еще интереснее, оставайтесь с нами. Спасибо, что вы с нами, что смотрите нас, интересуетесь. До свидания.